Найти учителей-мужчин среди армии учителей-женщин. Все подробности у Дарьи Корешковой. В период Великой Отечественной войны, в частности, в Республике Беларусь, на фронт ушли более 10 тысяч мужчин-преподавателей. А возвратился к педагогической деятельности каждый десятый. То есть война сформировала женское лицо школы. Получается, что 60 лет назад, взявшись за указку, женщина не выпускает ее до сих пор. Точнее, просто некому эту указку передать. Соотношение мужчин и женщин в школе составляет где-то 14,5% это мужчины, а остальные это женщины. Совсем не обязательно владеть основами психологии, чтобы понять. Плохо один мужской коллектив, еще хуже один женский коллектив. Чтобы быть более наглядными и показать вам разницу между учителем М и учителем Ж, мы проводим небольшой эксперимент. Хотя даже не эксперимент. Просим двух учителей истории провести обычный плановый урок, не обращая внимания на камеру и не придумывая себе новых методик обучения. Вот так начал свой урок учитель-мужчина. Добрый день, садитесь. Мы с вами продолжаем изучать историю Древней Греции. И сегодняшний урок мы начнем с путешествия. А вот так учитель-женщина. Так, ребята, добрый день. Я вас рада сегодня видеть на уроке. Как ваше настроение? Хорошо. Хорошо. Вы рады, что вы пришли на урок истории? Да. Да. Хорошо, тогда давайте работать с вами. Любой мальчишка в возрасте уже 12, 14, а тем более 17 лет, любую учительницу в возрасте 23, 5, 30 лет, он как-то рассматривает как почти объект для своего мужского самовыражения. Этот элемент присутствует неизменно. Ни о какой учебе, соответственно, речь уже не идет. Да. Ну и мужчина-учитель в прошлом подтверждает. Если мужчина в школе, значит, это и дисциплина, и порядок, и взаимоотношения, и отношения к женщине, отношения к девочкам. Это такая добрая, хорошая обстановка, творческая обстановка. Всегда. Последние 8 лет в стране проводится прекрасный конкурс «Учитель года». Здесь все самые лучшие, самые авторитетные, самые опытные, самые творческие, и еще много-много самых. Только вот незадача. Как вы думаете, кто подает больше заявок на участие в этом конкурсе? Конечно, больше мужчин. Следующий вопрос закономерен. Кто же в итоге становился победителем за все эти годы? Только две женщины, все остальные мужчины. Просто я работаю волшебником, волшебником. Итак, как вернуть мужчин в белорусские школы? И чего хотят сами мужчины? Смотрите ток-шоу «Ответный ход» с Александром Мартыненко, 21. Продолжение следует.